Фи от B, вот, ну и фи от 0, фи от 0, это есть, это есть, значит, единичное, это тождественное преобразование. Ну и тогда мы записали, значит, фактически вот эта вот группа, группа от R, да, 2, она записывается вот так. Ну, где А, параметр. Так, значит, это записывается вот так. Значит, группа, да, должно быть взаимооднозначное обязательно преобразование. Вот, если это параметрическая группа, то скажите мне, что это будет? Что здесь будет стоять? Если это коммутативная однопараметрическая группа. Ну, то есть минуса. Правильно? То, что сказал Михаил, это противоположное у знака. То есть он побоялся произнести минуса, но фактически оказал именно это. Правильно? Ну, понятно. Вот. Это будет вот так. Ну, а это будет тоже вот так. Значит, понятно. Иногда это так пишем, иногда это нам будет вот так писать. Ну, значит, если мы будем считать, что функции φ и ψ, они дифференцируемы по А, так, то тогда картина у нас получается вот какая. Вот. Я не помню, какой цифры я помесил. Вот. Вот. У меня может это не совпадать. Вот. Может не совпасть, но... Ага, вот она. Вот она, вот она, вот она. Вот. Ну, скорее всего, я, наверное, цифры 1 пометил, нет? Вот это вот. Вот. Ну, давайте пометим сейчас 1. Вот. Значит, g, вот так вот я определил, g это вот, ну, g группа, да? Вот. Понятно. Значит, ну, если, да, функции φ и ψ непрерывно дифференцируемы по А, то тогда вот эта группа, значит, что у меня тогда получается? Значит, я вот сфиксирую х и у, значит, понятно, что у меня φ от нуля, это и есть х, и ψ от нуля, это и есть у. Правильно? Вот. То есть мы находимся в этой точке. Дальше, если я зафиксировал точку x, y и начинаю менять А, то это у меня будет что? Гладкая какая-то линия. Правильно? Будет гладкая какая-то линия. Вот здесь, допустим, так. Здесь, допустим, так. Вот. Ну и тем самым я могу определить векторное поле. Правильно? Вот. Субвекторное поле. То есть в каждой точке плоскости x, y поставить в соответствие вектор. И я это сделаю. И я это сделаю. Это будет просто что? Касательный вектор кривой. А эти кривые, я говорил, они называются траекториями группы. Вот и все. Они завоеваются траекторией группы. Ну, вот, значит, и тогда, значит, в принципе, с каждой однопараметрической группой я могу связать вот такое вот дифференциальное уравнение. Ну, если я кси определил как при а равном нулю, это от x, y, они зависят, естественно. Это компоненты касательного вектора. Они определяются вот так. Определяются вот так при а равном нулю. Вот. Ну и тогда что у меня? Тогда нетрудно сообразить, то у меня вот, собственно... Понятно, что каждая такая однопараметрическая группа порождает вот такое вот дифференциальное уравнение. Автономное. Правильно? Автономное. И вот это уравнение, оно называется уравнением ли для группы. Ну, я там показал, как вам немножко, так сказать, как это Овсяников делал, там он расписал. Вот. Ну, в общем-то, там более-менее понятно. Он написал просто перенос. Вы просто берете вот здесь этот вектор и переносите его куда? С помощью, да, преобразования группы. Когда вы группу вот их зафиксировали, а у вас есть, у вас точка будет идти куда? По траектории. Правильно? И вы его вот так перенесли. Значит, это было. Ну, я, так сказать, вот, вам сказал так, что вы как-то плохо сообразили. Значит, что вам это напоминает-то? А это напоминает, я так, насколько понимаю, этот самый автономную систему уравнения. Значит, вы знаете, что я вам доказал, что этот самый фазовый поток, который связан с каждой автономной системой дифференциального уравнения, это есть однопараметрическая группа. Правильно? Ну, а теперь как бы обратно. У меня есть однопараметрическая группа, и тогда для нее будет вот уравнение Ли, я могу написать. Правильно? Вот, собственно, что мы получаем. То есть, соответствие однозначное. Дальше я ввел такое вот понятие. Я ввел вот такой вот оператор. Вот. Этот оператор я назвал генератором группы. Правильно? Я назвал генератором группы. Ну, и тогда, если у меня есть функция У, то оператор на У действует вот так. На каждую функцию он действует вот таким образом. Ну, и что это такое? Это есть что? Производные Ли, да, от функции У. Если это есть действие генератора группы. А дальше, значит, было вот определено такое, что если у вас функция Ф от Х равняется Ф от Х и У, то тогда такая функция называется инвариантом группы. То есть, вы на нее действуете, да, вот, на переменной, а она не меняется. Это и есть инвариант группы. Ну, и вот, позорная, так сказать, страница. То, что вы точно мне не могли сказать. Что ж такое, по сути дела, с нашей точки зрения будет являться инвариант группы. Это что такое? Это и есть первый интеграл, что система Ли. Правильно? Значит, понятно, что это самое, первый интеграл, это и есть не что иное, как, ну, вы можете просто подставить, продифференцировать, и вы получите, что это будет производная Ли, она должна равняться нулю. Вот и все, если это инвариант. Вот, ну, то есть, вот, это же функция от А, правильно? Это и Ф от А. Ну, возьмите производную по А и продифференцируйте. У вас будет слева 0, а справа будет вот что стоять. Правильно? Будет действие этого самого генератора группы. Ну, правда, я еще одно слово принесу. Я вот вам его забыл сказать. Генератор группы, его еще называют, знаете как, инфитизимальный оператор. Вот, ну, это так. Это для научности можете где-нибудь брякнуть этот словечко. На самом деле это вот что есть. Вот, это так его называют. Ну, и тогда, значит, что давайте рассмотрим. А дальше рассмотрим вот такая вот группа. Такая вот группа, значит, х, ну, уже с чертой, х с чертой равняется х плюс А, а у с чертой равняется у. Это вот такая вот группа. 4. Она называется группой переноса. Она называется группой переноса. Ну, это самая простейшая группа. Вот. Для нее что будет ясно? Для нее ясно. Для группы переноса ясно, что вот d по dx будет равняться 1. Правильно? d по dx равняется 1. Ну, а d по dy – 0. Правильно? d по dy – 0. Ну, и вы мне можете указать инвариант группы переноса? Каков он вид будет иметь? Инвариант группы переноса. Если функция двух переменных является инвариантом группы переноса. Сейчас. Да, кси равно 1. Кси равно 1. Вот. Кси равно 1. Так. А не равно 0. Вот. И так... Нет. Тогда надо будет... Во. Тогда. х – это и есть просто d по dx. Правильно? Вот. Генератор группы переноса – это и есть d по dx. Понятно? Вот. Это и есть d по dx. Ну, а инвариант группы переноса? Что? Естественно. Что любая функция двух переменных, равная f, зависящая только от y, является инвариантом... Инвариант. Вот. Вот такое вот дело. Такое вот дело. Хорошо. Вот. Хорошо. Значит, является инвариантом. Да. Это и переноса. А теперь вот теорема. А теорема, она... Вот как звучит. Теорема. Значит, всегда можно найти... Значит, существуют... Такие переменные. Переменные. Т, равное т от x, y. И u, равное u от x, y. Такие что? Что в этих переменных... В этих переменных... Группа... Группа... Является группой переноса. То есть я могу подобрать всегда... Вот у меня есть группа, да? А я могу для нее вот найти такие переменные, что если я запишу в этих переменных... В этих переменных группу, то она будет являться группой переноса. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Вот. Ну, понятно, да. Если это группа переноса, тогда понятно, что... Что? Это не а, это у. Вот. Что, да, группа 3, группа 1 будет являться группой переноса. Вот, собственно, и все. Понятно, да? Понятно. Вот. Ну, тогда что? Вот. Ну, давайте посмотрим. Значит, перейдем. Вот у меня оператор. Так. Вот у меня... x. Это x. На dу под x. Плюс это на dу под y. Я перехожу вот к этим переменам. d и u. Значит, что я получу? Ну, давайте, если я перейду, значит, к переменам, я буду иметь кси d под x. Это и есть d под dt на dt под x. Плюс d под u на dу под x. плюс плюс это. Ну, давайте так. Мельчить не буду. Это. Так. На d. y. d y на dy. d по dy на dy по dt. На dt. Сейчас. d по dt. На dy по dt. Так. Плюс d по du на du. На dy. На dy по du. Вот. Ну, если вы не помните, если вы не забыли, то так, по-моему, в переменном записывается. Правильно? Ну, давайте смотреть, что это будет. Ну, перепишем это как. Перепишем это как. Значит, кси dt под x. Значит, я кси выношу. Вот. Кси dt под x. Так. Плюс. Дальше будет. Будет что у меня? У меня будет dt под x. Дальше будет у меня вот это. Будет. Вот это будет. Так. Только здесь не под x, конечно. Это так. Это будет вот так. Вот. Да. 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 Сейчас. dt под x. dt под y. dt под y. А здесь будет du под y. Вот. Вот что будет. Значит, это будет вот так. плюс. Это на dt под y. Ну, и d под dt. Правильно? Значит, умножить на d под dt. Так. Ну, давайте я лучше все-таки перепишу. А то... Мне-то это, конечно, легко. А вот вам это... Значит, я вот... Ну, давайте так. Я по убористей буду писать. На d под dt. И плюс. Плюс. Соответственно. у вас будет вот, что... Здесь у вас будет, значит, d под u. Я смотрю, что будет получаться. Будет получаться так. Кси на du под x. Плюс это на du под y. На d под u. Вот что у вас получится. Значит, если я хочу перейти к переменам так, чтобы у меня в этих переменах была бы группа переноса, то у меня должно быть... у меня должно быть вот так, и должно быть вот так, то есть дифференциальное уравнение я получил в частных производных для, ну, собственно, вот этих введенных переменных. Решая их, я... Я получу вот это. Правильно? Ну, тогда у меня просто будет оператор в этих переменах du по dt. Правильно? И все. Вот. Значит, вот такие переменные t и u называются канонические переменные. Ну, понятно, из теорем существования единственности следует, что такие переменные я найду. Вот. Потому что, вы знаете, решение таких дифференциальных уравнений существует. Вот. И я могу единственное сделать. Вот. В принципе, и много таких будет решений. Но обратите внимание на второе уравнение. Значит, что вы можете сказать? Видите, у вас что получается? Ну, ведь фактически это получается так. Это есть применение х к т, а это и есть применение х к чему? К v. Правильно? Вот. И х от u равняется нулю. Значит, u чем будет являться? Чем будет u являться? Ну, вы чего? Вот. Если у нас что? Применение оператора х от u, это есть что? Если это 0, то u будет чем являться? Ну, вот этот говорит первый интеграл, а Михаил уже, он переключился на теорию группы. Это есть вариант. Это понятно? Это, вот. Ну, я вам вот что пропустил. Ну, по-моему, совершенно очевидна здесь теорема, что для того, чтобы u, была бы функция u была бы первым, была бы инвариантом группы, х от u должен равняться нулю. Это понятно? Ну, это тоже самое. Перепев той теоремой, которая им и была. Ну, и у вас что? x от u есть что? 0. Правильно? Значит, отсюда что? Отсюда u. Это и есть инвариант. А если он и есть инвариант переменных x, y, то он будет инвариантом что? Другой любой замене переменных. Правильно? Он инвариантом и останется. Вот. Это так. Хорошо. Значит, вот у нас это мы получили. Такую вот. Да, пожалуйста. ДТ, конечно. Безусловно. Ну, конечно. Ну, вот. Вот записано. Правильно? Вот записано у вас. Здесь у вас. Так. Значит, у меня вот. Это так. Это ДТ по ДХ. Плюс, кстати, ДТ по ДУ. Так. И здесь. А, ну здесь все правильно написано. Ну, раскрыли скобки. Понятно. Вот. Получается вот так. Вот. Ну, вот. Это мы с вами выяснили. Ну, а теперь давайте вот рассмотрим уравнение дифференциальное. Ну, G от XY. Так. Вот у нас вот такое вот уравнение. Значит, говорят следующее, что вот это вот дифференциальное уравнение допускает, допускает группу 1, допускает группу 1, вот если, если у вас в новых переменных она не изменит. вы перешли к новым переменным так для любого что для любого то есть для любого а у вас уравнение не меняется ну а тогда вот тут же мне должны сказать что же от x и грек это и что это есть первый это есть вариант правильно значит отсюда тогда если если у вас ваше дифференциальное уравнение допускает группу преобразований допускает группу преобразований то тогда правая часть есть что есть инвариант отсюда 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 же от x и грек инвариант инвариант группы правильно если уравнение группа допускает то тогда да правая часть есть инвариант со всеми вытекающими отсюда последствиями а последствия каковы и вот вы берете что вы берете но если это инвариант тогда значит группу допускает в переходите каноническим переменным правильно вы переходите каноническим переменным вот переходим к каноническим переменным значит в канонических переменных у вас будет что тогда да и грек пдx будет равняться же от чего так если это инвариант а у тоже есть что инвариант значит же это может быть только какая-то функция что но ниже а это будет некоторое ф от чего от у и только у правильно только здесь будет не игрек здесь будет у здесь будет ст вот правильно я к этим переменным перешел вот тогда у меня вот получается вот такое уравнение д у по д т равняется ну некоторые и f и она будет зависеть только от у почему но ведь же от x и грек инвариант правильно правильно но если я перешел другим переменным он его инвариантом что и остался а у инвариант значит будет просто какая-то функция чего у но никак не то а это уравнение которые вы получили она с разделяющимися что ну с разделяющимися переменными ну вот я вам и доказал правильно что если у вас дифференциальное уравнение первого порядка допускает группу допускают группу то тогда оно сводится к чему существуют переменные которым оно сводится к каким к уравнениям с разделяющимися переменными что ну и а зачем вам обратная сторона если уравнение если уравнение уже вот сведено к уравнению с этим в обратную конечно тоже действует это понятно но оно вам не надо если вы решаете диффор вам что нужно преобразование искать если у вас уже есть у вас уравнение сводится к уравнению с разделяющимися переменными вы чё теорией групп занимаетесь вы просто берете и решаете правильный вопрос был ну я вот вчера Игорь Игоря Андреевича Чубарова встретил и сказал я вот вам буду вот читать такую лекцию он очень обрадовался говорит что это вот очень здорово вот ну был такой вот Ибрагимов он работал на фистехе но он да он работал после того времени когда слово группы на фистехе было ругательным вообще говоря я когда учился я этого слова не знал вот этого всего я не знал понимаете вот я это узнал только когда я уже был аспирантом нужно было решать уравнение и вот мы с моим так сказать ну неофициальным научным руководителем он произнес такие слова что вот чтобы решить это уравнение надо поискать группу я тогда этого не понял конечно почему это так но теперь то это понятно правильно да надо поискать группу теперь почему ну многие да вот Геннадий Николаевич Яковлев он против этого был по-моему Кудрявцев тоже был ну понятно почему они были ну хорошо да ну вот красивую вещь доказали да вот что если вы найдете группу который допускает то все в порядке значит а как ее найти то ничего же нет понимаете это же теорема она неконструктивна ну и они потом спорили там вот ну да вот я Ибрагимов читал они вот там занимались тем что они эти группы придумывали группы потом писали соответственно уравнение ну они что вот писали вот уравнение с разделяющимися переменами а потом переменные так сказать меняли да и получали уравнение уже там от x и y и говорили что вот прекрасно вот такие вот уравнения можно решать то есть занимались вообще говорят чушью с моей точки зрения вот потому что уравнения их не надо выдумывать они нам природа их дает свыше вот тогда их решайте вот но тем не менее тем не менее это вот хорошо теперь что на фистехе но я вот смотрел старые задачи которые были и считались наиболее сложные ну у вас есть понятно что у вас есть однородный уравнение с однородной правой частью она допускает группы подобия правильно ну это что ну группы подобия вот у вас было так правильно ну группы подобия допускают правильно ну и в новых переменных чего у вас будет понятно это имел ввиду ну как-то странно говорил умножение на число чего от чего ну то есть группа подобия понятно вы все или гомотетия вы все понимаете да что это есть группа гомотетия ну лямбда не равно нулю естественно вот и вообще лямбда равно лямбда больше нуля тогда это подобие будет а если отрицательно то еще подобие и отражение правильно вот это так вот это так ну да а у вас у вас так вот так у меня у меня минуты три осталось да о пять ну прекрасно а вот на фистехе ну предел всех мечтаний фистеха ну это вообще говоря правильно потому что это очень интересная группа это такая группа группа растяжений группа растяжений вот вот давайте для группы растяжений найдем канонические преобразования понятно да ну что у нас для группы растяжений кси у нас понятно да кси у нас это будет просто-напросто что кси это просто-напросто х правильно кси это просто-напросто ну возьмите производную по а при а равном нулю правильно получите е в степени а вот поставить этот получите х а этот самый а это если вы проделать то же самое вы получите вот это правильно ну и тогда да значит для т что мы имеем для т мы имеем вот это для т мы имеем вот это ну и давайте искать решение в виде т равняется т от x если вы будете искать решение в виде т от x ну и мы найдем вот тогда что т у нас будет вот таким вот значит x на dt значит на dt по dx равняется единице ну и отсюда понятно что т это и есть логарифм модуля x правильно ну там много естественных решений но одно будет вот таким т равняется логарифм модуля x вот то есть зависит просто от x ну как логарифм вот а у у ну для у надо решать что мы имеем значит мы имеем x ду по dx плюс альфа у на ду по ди и равно нулю ну я надеюсь вот такое уравнение частных производных вы решить сумеете правильно вы решить сумеете ну что значит x с точкой x y с точкой альфа у вот ну ду значит ду по dx равняется альфа у на x ну и понятно да что мы получаем если вы решите то вы получите вот это что у будет равняться c на модуль x в степени альфа если вы все это так сделаете правильно вот и тогда интеграл будет y на x в степени модуля альфа вот это первый интеграл ну и у есть функции что f от y от x альфа произвольные функции ну и вот естественно возьмем вот так вот значит вот что у нас будет если вы рассматриваете группу растяжений тогда у нас вот будет вот такая вот штука понятно понятно так вот ну и вот давайте что давайте решим ну кстати я смотрел там есть задача где это можно делать ну ладно я вот думаю чего вам лучше сделать да я звонок ладно я подумаю что лучше сделать перед вами уравнение ну вот вам надо его решить и вы начинаете искать подбирать все ну а что подбирать понятно переменные не разделяются уравнение не с однородной правой частью насчет линейности тут вообще ничего не скажешь что остается делать ну конечно можно там попытаться интегрирующий множитель искать но здесь интегрирующий множитель извините это вы вряд ли найдете это вы вряд ли найдете и тогда остается последний вариант поискать поискать группу растяжений ну понятно если я значит это вот так она записывается канонически группа растяжений а если я е в степени минус а обозначу за лямбда больше нуля ну тогда да значит она запишется вот так группа растяжений запишется вот так ну и я значит посмотрю допускает ли данное уравнение группа растяжений а заодно там может и альфа найду понятно да может и альфа найду ну а для этого что я должен посмотреть ну вот 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 этот вот момент да вот то есть что у меня будет в новых переменных то а в новых переменных у меня будет вот что значит будет это так а лямбда будет в степени насколько я понимаю в степени 2 альфа правильно ну потому что x1 есть x1 внизу лямбда уйдут правильно а y и на dy они дадут по лямбда и будет лямбда в степени 2 альфа вот здесь смотрим смотрим здесь ну и отсюда да я правую часть я так возьму вынесу значит будет 2 лямбда здесь здесь будет 6 минус 4 лямбда 6 минус 4 альфа x чертой в шестой минус y в четвертой и плюс и плюс лямбда квадрат y в четвертой в квадрате ну и на лямбда в степень на лямбда в степени 2 альфа можно и правую и левую часть что поделить вот и и и и и и и и ну это получится значит левая часть она получится такая какая была переменных в новых а правая часть будет вот значит здесь будет лямбда 6 минус 4 альфа x в шестой минус y в четвертой и плюс у в квадрате. Вот что вы получите. Вот что вы получите. Вот. Ну и давайте посмотрим, существует ли такое альфа, чтобы у меня, значит, допускала группа растяжений. Смотрите. Существует ли такое альфа, которое бы, ну, допускало группу растяжений? Ну, насколько я понимаю, если у меня альфа будет равняться 3 вторых, то здесь будет 0. Будет, лямбда будет в нулевой степени, а это есть единица. Так. Оценили? Оценили? Нет? Ну, все. Тогда понятно, что я говорю да. Конечно, все это очень неприятно, но данное уравнение допускает вот такую вот группу растяжений. Вот такую вот группу растяжений. Вот. Такую вот группу растяжений. Значит. Ну, а у, да, канонические переменные мы с вами нашли. Вон они, да. У это у нас есть у на х в степени 3 вторых. Так. Ну, а х мы, понятно, что тета у нас зависит только от х, поэтому х я могу и не менять. Правильно? Считать ее не т, а считать просто функции х. Правильно? Ну, там и получится, да. Ну, и тогда, да, я буду считать, что у зависит от х. Ну, и тогда у меня у от х. Вот. Замена. Х в степени модуль, кстати, 3 вторых на у от х. Вот. Ну, если я вот теперь все сделал правильно, после подстановки в уравнение к новой искомой функции я перейду, у меня должно получиться уравнение с разделяющимися переменными. Деваться некуда. Если все сделаю правильно. Ну, давайте делать правильно. Значит, вот у меня что стоит. Значит, 2 третья х на модуль. Х на х в степени 3 вторых. Так. На х в степени 3 вторых у. Так. До у по дх. До у по дх. Так. До у по дх. Это у меня стоит. Значит, это я вот написал все, что было. Теперь дифференцирую. 3 вторых на сигнун х. Вот так я буду модуль дифференцировать. Умеете, да? Вот. Это я продифференцировал. Это дело. Значит, это у меня у. Это у меня у. А потом будет, да, это у меня останется. Это останется. А здесь будет вот так. Вот. Это будет здесь. Так. Это будет здесь. Так. Ну, а там чего у меня будет? Корень из х в 6 у меня остался. Минус. Что же у меня будет? Да, будет х в 6 на у в 4. Правильно? На у в 4 и плюс х квадрат. Икс модуль х в кубе. Модуль х в кубе на у квадрат. Вот я все подставил. Правильно? Я все подставил. Ну, давайте смотреть здесь. Что у меня будет здесь. Вот. Умножаем. Так. 2,3 и 3,2 уходят. 2,3 и 3,2 уходят. Так. Здесь будет х квадрат. А сигнум х на... Сигнум х на х. Это есть модуль х. Правильно? Ну, и тогда у меня здесь возникает х в кубе. Модуль х в кубе будет у. Модуль х в кубе у квадрат. Вот чего у меня получается. Так. Далее. Плюс. Плюс. Здесь у меня будет что? Здесь у меня будет х на модуль х в кубе. У на ду по дх. Ну, я х в шестой выношу. Это будет модуль х в кубе. У в четвертый. Ну, а этот член я с этим убираю. Ну, и потом делю на что? На модуль х в кубе. Правильно? И что у меня получается? Ну, а в итоге у меня получается вот такое вот уравнение. В итоге получается вот такое вот уравнение. Значит, что получается? Да, получается так. 2 трети. 2 трети х. На х куб я сократил. Вот. 2 трети. Значит, получается 2 трети х у ду по дх. И равняется... Вот. Вот что получается. Ну, а это и есть какое уравнение. Ну, значит, если его грамотно решать, то понятно, что у квадрат должно равняться единице. Отсюда решение у плюс минус 1 у на модуль х в степени 3 вторых равняется плюс или минус 1. Правильно? Это одно решение. Это одно решение. А дальше вы переменные разделяете. Дальше стоит решать или решить? Решить. Ну, вот так. Значит, вот работа всего того, что я вам сказал. Ну, вообще говоря, это я вам сказал вот только для уравнения. Теперь, ну, нетрудно совершенно показать теорему Ли. А теорема Ли заключается в следующем. Если автономная система имеет группу, допускает группу преобразований, ну, каких-то там вот, однопериметрическую, то тогда она имеет один интеграл. Вот. То у нее есть один интеграл. Ну, это вот фактически теорема Ли, это, ну, перепев в механике, это теорема Эмма-Нетр. Такое впечатление, что вы первый раз это слышали. Лыгин уже слышали на первом курсе. Что? Лыгин часто любил на первом курсе. Ну, это на первом курсе, да. Вообще доказываются теоремы, нам доказывали теоремы Эмма-Нетр на втором курсе, в курсе теоретической механики. Вот сегодня будет. И вам, да, там покажут, что фактически, значит, то, что у вас закон сохранения энергии, это и есть, по сути дела, однородность времени. То, что вы любую можете, ну, грубо говоря, сдвигать время на любую константу. Допускает вот смещение по времени. Правильно? Вот, далее. Закон сохранения импульса, это есть однородность пространства. То есть, вы любую точку можете принять. Ну, сдвиг по пространству вы можете, по сути дела, делать. И то, что закон сохранения момента количества движения и затропность пространства. То есть, что? Ну, вы взяли вот систему координат, поместили, а потом можете ее как угодно, что? Повернуть. И от этого ничего влиять не будет. Вот. Ну, вообще говоря, по механике вам этого могут не сказать. Но, вообще-то, допускают еще одну группу, Галилееву. Есть еще одно. Ну, уравнение механики допускают Галилееву группу, это известно. Вот. Ну, понятно, все же в любой этой самой инерциальной системе отчета все будет одно и то же. То есть, х минус вт, где в константы. Правильно? Вот. А здесь какой закон сохранения будет? Что-то вы физику плохо знаете. Ну, масса. Да. Галилеевая группа, да, если допускают, а это, кстати, у Севухина показано в учебнике. Да, значит, группу Галилеева допускают, и отсюда следует закон сохранения массы. Только именно отсюда. Вот. Ну, и поскольку в специальной теории относительности Галилеевая группа не работает, то у вас там и нет закона что? Сохранения массы. Масса там не... Что? Она же уже не адаптеристическая, то есть? Нет. Нет, она одна, промену В. Ну, имеется в виду по одному направлению. Понимаете? По каждому направлению. Вот. А вы можете выбрать так, в это у вас вектор, вы можете его выбрать так, что он будет иметь одну компонент. Понятно. Вот. Х направить в долю этой самой, и все. Вот. Да. А вот в специальной теории относительности, да, масса-то не сохраняется, и вы это знаете. Ну, и вообще понятие массы так-то. У меня вот там есть разные теории. Она говорит, что одна считается, что масса сохраняется, а другая считается, что не сохраняется. Я имею в виду специальную теорию относительности, ту, которую придумал Пуанкаре. Вот. Там масса не сохраняется. А то, что там они ищут, там, это да, это вообще... Я как-то слушал доклад, они там начинают искать, там, всякие там, придумывать, вот, теории, там, придумывать переменные, чтобы это все сохранить. Ну, зачем? Ну, не сохраняется. Ну, при... Понимаете? Ну, природа такая. Ну, чего придумывать-то еще? Любят у нас там всякую там природу менять, сделать так, как нам хочется, понимаете, а не так, как вот у природы. Это так. Ну, вот, собственно, все, что я вам рассказал по этой лекции. Да, ну, еще могу сказать, что все это работает в уравнениях с частных производных. И там, если она допускает группу, тогда говорят, что у нее есть автомодельные решения. Ну, в частности, если вы вот это вот уравнение попытались бы искать интегрирующий множитель, он бы был бы вот у равный у, деленное на х степень 3 вторых. Понятно, да? Ну, фактически, да, вот этот интегрирующий множитель тогда бы и зависел бы от этих переменных. Вот и все. Ну, это вы и делаете иногда с успехом, иногда не очень. Ну, часто делаете, даже часто очень с успехом. То есть, вот это не делает, а раз, интегрирующий множитель, быстро увидали, и все. Понятно, да? Хотя, да, все это связано именно вот отсюда. Понятно. Ну, я, да, я уже сказал, вот мы разбирали вчера, я попробую в группу найти группу. Там, похоже, есть группа растяжения. Вот, есть. Так что была Ирина права, наверное. Вот, ну, ладно, это так. Ну, а теперь последняя глава. К сожалению, я забыл номер ее, предпоследняя была какая. Я знаю, я знаю. Ну, маловато, но хватит. Тринадцатая? А, значит, тринадцатая глава. Запишите в рационные принципы. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Ну и вы, кстати, вот, применяя вот эти группы растяжения, вы можете просто без доказательства делать. Вот это У-пстатин вариант сразу. Понятно. Главное доказать, что уравнение ее допускает. А дальше все должно получиться само. Вот и все. Ну вот, наверное, поэтому и теорию групп посчитали. Потому что они уже дальше не тем занимались. Вот. Тот же Ибрагимов. Хотя он ученик Овсянникова. А Овсянников-то он придумал все это не так просто. Потому что ему уравнение газовой динамики надо было решать. Вот. А они, да, занимались тем, что... Ну да, Овсянников-то он не совсем все-таки математик в этом плане. Вот он, механик. А это математики. Они вот сидели и занимались выдумыванием уравнений, которые можно было бы решать. Вот и все. Таким образом. Ну вот. Ну это и богом судья. Вот. Не мне об этом судить. Но тем не менее. Ну вот. Так. Значит, глава 13. Вариационные принципы. Вот. Вариационные принципы. Ну, да. Значит, параграф первый – это основные определения. Вот. Ну, первое. Значит, вы знаете, что такое функционал? Значит, тогда запишите. Вот. Пусть имеется множество M. Это множество функций. Множество функций. И каждой функции для любого F ставится через G от F в R. То есть вы ставите. То есть вы ставите каждой функции по некоторому правилу, ставите число действительное. И тогда вот это правило называется функционалом. Множество функций. Тогда G от F от F – это функционал. А M называется областью определения функционала. Я так напишу. М – его область определения. Так. Так. Ну, и вот пишем, да. Рассматриваем G от F равняется интеграл от 0 до B, F от X, не от F, а от Y. Вот. От Y. Y штрих от X, D и X. Ну, вот. Вот вам функционал. При этом мы будем считать, что Y от X, Y от X принадлежит C1 на А, B, то есть является непрерывно дифференцируемой функцией. Так. А F, большое от X, является функцией непрерывной, как функции трех переменных, вместе со своими переменными. Значит, F от X, Y. Так. Она. Ну, давайте так. Ну, некоторое G, ну, а G, оно принадлежит R3, да. Значит, X – это у вас X, Y – это у вас, допустим, Y, а Y штрих – это Z. То есть вы ее рассматриваете как функцию трех переменных, и она непрерывная сама по себе, непрерывно всечастная производная. И непрерывно еще что? И вторые тоже частные производные. От этой функции, вот, от этой функции непрерывная. Ну, и вот рассматривается один, 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 так рассматривается. Значит, это функционал И, F. Ну, и задача вариационного исчисления состоит в том. Найти Y от X такое, что... Ну, меньше. Ну, а может быть и больше. Вот. Значит, меньше, а может быть и больше. Для любого Y от X, принадлежащей D области, которая принадлежит AB. Ну, почему я различаю D и C на AB? Ну, потому что обычно еще, помимо вот самого задания функционала, на, так сказать, функции накладываются какие-то условия. Некоторые. И вот поэтому область D, она, так сказать, ну, сужается, если вы рассматриваете не просто на всех Y, которые непрерывно дифференцируемы, но и вот на... Рассматриваете здесь вот... Ну, задаете какие-то условия. Понятно, да? Понятно. Вот. Это, значит, такая вот терминология. Такая терминология. Значит, задача понятна, да? Ну, задача новая для вас. Ну, надо сказать так, что вариационные принципы миром управляют. Правильно? Ну, вот, ваш покорный слуга писал, вот, вариационные принципы, принцип минимума производства энтропии один был, и принцип максимума диссипация, вот. Все, да, были написаны, доказаны, да. Ну, из этих, так, принципов, вот, при хворировании получалось, собственно, уравнение больше многолинейное, и все граничные условия к нему. Ну, вот, и все, это так. Поэтому, да, вариационные принципы очень важны, они физичные. Ну, кстати, сказать у вас, насколько я понимаю, вот в электродинамике вам будут там писать вариационный принцип Лагранжа, например. Ну, у вас были. Вариационный принцип Лагранжа. Правильно? Был? Ну, что у вас, вы функцию Лагранжа, что ли, не получаете? Ну, а вариационный принцип Лагранжа, она же получалась оттуда. Вариационный принцип Гамильтона. Не было? Был. Ну, он 9 баллов получил по механике в прошлом семестре. Вот. И говорит, что это ничего не было. Вот. Ну, как так? Вот. Это же ясное дело. Вот. Ну, вот, собственно, а мы это займемся с точки зрения математики. С точки зрения математики. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Ага. Так. Это я вам рассказал. Вариационная задача. Сказал. Так. Далее. Ну, понятно, что множество... Вот это множество. Вот это множество функций, непрерывно дифференцируя их на А, Б. Оно, естественно, образует линейное пространство. А поэтому можно определить что? Норму. Правильно? Можно определить норму. Ну, вот мы и введем. Значит, норму Y от X. Мы ее введем так. Так, это будет максимум, максимум по X, максимум модуля Y от X, так, по X, принадлежащим А, Б, так, максимум модуля Y, плюс максимум модуля Y штрих, X принадлежит А, Б. Вот. Это вот такая вот норма. Ну, у вас была задача, и вы доказывали, что вот в такой норме, такая норма, значит, функциональное пространство будет полным. Правильно? Будет полным. Это можно показать. Ну, вы показывали, что если вот это вот убрать, то будет неполным. Вот у вас в первом задании такая задача была. А вот, да, чтобы этого не было, вот мы и добавляем еще. Ну, то, что так, это есть норма, это нетрудно сообразить. Значит, это норма. Хорошо. Дальше. Дальше делается следующее. Я вот просто смотрю. Ага. Так, норму мы определили. Норму мы определили. Так. Хорошо. Хорошо. Ага. Дальше вот такое очень важное понятие дается. Вот. Значит, вот такая вот функция. Ну, я ее пишу вот так. Есть другие обозначения, но у меня классическое обозначение. Тут уж ничего не сделаешь. Ну, вот. Дельта y. Дельта y называется Допустимая вариация Допустимая вариация Это и есть непрерывно дифференцируемая функция. Такая, что Если вы вот взяли Допустим Допустим зафиксировали какую-то y Вот. Вот. y плюс дельта Дельта y от x Если y плюс y дельта От y Принадлежит d Принадлежит d То есть, если вы вот Любую функцию Из d Можете представить вот в таком виде. Значит, ну, принцип такой. Одну функцию вы Как бы Постоянно держите А вот дельта от y вы что? Меняете. И тогда дельта от y называется допустимой вариацией. Это значит допустимая вариация. Теперь так. Вводится вот такое вот понятие Эпсилен окрестности В функции В функции Ну, давайте y нулевое от x Значит, Эпсилен окрестности Значит, это есть Множество y Принадлежащих Д Таких что Таких что Норма Y Минус y нулевое Меньше Ну, или равна эпсилен Вот Меньше или равна эпсилен Ну, понятно В общем-то тоже понятно У нас окрестность точки была Здесь окрестность функции Ну, если норму я ввел, то Вот и все Я значит Те Пункции Принадлежат Этой окрестности Которые уклоняются от нее Меньше чем что? Меньше чем на эпсилен Меньше чем на эпсилен Вот 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 И как раз у меня есть время Для самого главного Как это все надо понимать А надо понимать так Вот давайте сделаем следующее Значит, рассмотрим любую y от x Вот так Будет какая-то фиксированная y Так И плюс t На дельта y На дельта y от x Где t Ну, принадлежит отрезку Минус 1,1 Ну, и тогда подставим Это все Ну, так Сначала был x Потом был y нулевое Плюс t y А потом будет y штриха От x0 Плюс t На d y штрих И все это по dx Вот Значит, ну, если я y нулевой зафиксировал И если я какое-то фиксированное Взял дельта Какое-то То, по-моему Ни у кого не должно возникать мысли Что это и есть функция g от t Это вам понятно? Что это будет функция Только переменной t Ну, вы по x проинтегрировали А t у вас что? Остался как параметр Так, я смотрю Это как-то не очень понятно А вот это вы должны понять В вариационных принципах Если вы это поймете То это все Дальше все остальное Это семечки Вот Это понятно или нет? Ну, по x проинтегрировали И все Значит, а t у вас что? t у вас осталось t у вас осталось Ну, понятно, что Да Значит, если у вас там Ну, у нулевая обычно Она всегда фиксирована А дельта от у Ну, вот вы взяли Какую-то Произвольную И все Рассмотрели Ну, тогда получили функцию g от t Правильно? Причем Причем В силу наложенных условий В силу наложенных условий g от t Ну, по крайней мере, дважды Непрерывно дифференцируемо Правильно? А раз так То я могу g от t Написать разложение g от t По формуле Тейлора Ну, и плюс То малое t квадрат Дальше я писать не буду Мне этого достаточно Вот Ну Если это так Если это так А теперь я буду Конкретно Подставлять Понятно Это будет g от нуля g от y нулевое Правильно? Ну, если t равно нулю У меня Будет g от y нулевое Ну, если Если вы умеете Дифференцировать То вы увидите Что это и есть Следующая вещь Это будет df Под y x y нулевое y нулевое штрих На дельта y Плюс df df по dy штрих На dy y штрих по dx и плюс Да, но только на t, конечно, умноженное Только умноженное на t И плюс Дальше Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Я вот так напишу на t квадрат и плюсом малое от t квадрат. Ну или же это записывают вот так. Так, ну я это запишу. Сейчас, наверное, звонок, да? Ну, запишу. О, вот он. А говорить я про это буду в следующее... Ну, уже теперь через неделю. Подмайские праздники. Ну, я не знаю. Может мне еще, Людмила Николаевна, может... Конечно, не хочется мне лекции отдавать, но что поделаешь. Так, все. Спасибо за внимание. Ну, мы завтра, конечно, уже в рационной принципе во всем начнем. Но главное вот это понять. И все. Вот. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.